Библейский портал экзегет.ру представляет 150-й псалом для библейского портала Экзегет, читая перевод российского библейского общества. Это последний псалом в еврейском тексте Библии, в греческом добавляется еще один, но 150-й действительно заключительный. Вот что о нем сказать. Прочитана целая и очень большая книга. В ней говорилось о самых разных вещах, которые касаются человека, Бога, отношений между ними, разных ситуаций, бедствий, которые заставляют человека взывать к Богу, спасение от этих бедствий, которые заставляют его Бога благодарить. А вывод-то какой из всего? А вот 150-й псалом его и дает. И этот вывод прост до невозможности. Аллилуйя! Аллилуйя! Это хвалите Господа на древнееврейском. Аллилуйя! Хвалите Бога во святилище его, хвалите на тверде небес его, хвалите за могучие деяния его, хвалите за безмерное величие его, хвалите его глазом трубы, хвалите его на арфе и лире, хвалите с плясками и с бубнами, хвалите его с лирами и флейтами, хвалите его с кимвалами звонкими, хвалите его с кимвалами громкими. Все живое, да хвалит Господа. Аллилуйя. Вот и все, что главного было, вот и весь вывод. Хвалите его, хвалите его на твердие небес, ангелы, хвалите все живое. То есть вообще все, что только дышит в этом мире. Хвалите за что? За деяния, то есть за те поступки, которые были совершены, и мы о них читали в других псалмах. И за его величие, за его свойства. Хвалите его музыкальными инструментами, трубой, арфой, лирой, флейтой, кимвалами. Хвалите его плясками с бубнами, да, то есть и музыка, и пение. Искусство, собственно, прославляет Бога. И надо сказать, что да, может быть, если взять и собрать самое лучшее, что есть в искусстве, ну, условно говоря, христианском, европейском, средиземноморском, и у делу христианском можно дать разные названия, то ведь почти все это будет так или иначе связано именно с прославлением Бога, хотя, может быть, не всегда напрямую, но что собор Ноттердам, о том, что какие-нибудь великие картины мастеров Возрождения, ведь это в огромной степени именно стремление человека восславить и восхвалить Бога. И вот здесь уже это есть, как единственный, по сути дела, вывод из этой книги. Да, в ней говорится о том, что необходимо просить о помощи, благодарить за нее, но хвала, пожалуй, это самая бескорыстная форма молитвы. Даже благодарность, она же в ответ на что-то, да? А уж тем более просьба, это всегда желание что-то получить. Но хвала — это просто как хорошо, что ты есть, как хорошо, что ты присутствуешь в моей жизни, как хорошо, что я могу обратиться к тебе, и даже без какого-то более конкретного обращения. Вот, наверное, высший рот молитвы, вот, наверное, самое главное, что есть в псалтире. Ну, как будто этого не хватает, добавили еще один псалом, как такой маленький постскриптум 151, его, конечно, тоже прочитаем. Продолжение следует...